На минувшей неделе телеканалу Автоплюс невольно захотелось вспомнить советскую киноклассику, а точнее одну только фразу «Галочка, ты сейчас умрёшь». Новость такого ранга – возможное возвращение марки Ford на рынок России. По крайней мере, об этом заговорил лично глава предприятия Solar's Ford. Другой шок – это приход чистой электрической Kia модели EV6. А вдобавок шарахнул током родной ВАЗ, объявив скорую электрификацию своих моделей. Из событий поспокойнее. Шкода теперь отвечает за целую платформу, а родной АвтоВАЗ неспешно готовит рестайлинг-весты. Ах да, ещё мировой автопром ждёт революция. Немецкая фирма Dür придумала радикально новый способ красить машины. Но обо всём об этом по порядку. Как известно, в 2019 году Ford покинул российский рынок. Точнее, дело было так. Американская марка свернула выпуск и продажи легковых моделей. Но сохранила фургоны и грузовички из семейства Ford Transit. Совместное предприятие Ford Solar's осталось. Но контролирующим акционером сделался Solar's, заимевший контрольный пакет акций. Работу продолжил лишь один завод в Елабуге, где прежде, помимо Комтрансов, вдобавок делали Explorer и Kugum. Затем Solar's приобрёл бывший фордовский моторный завод, где наметил выпуск турбодизелей для транзитов. Но только ли для них? На этой неделе мы сразу с нескольких сторон узнали, что легковые Ford вновь могут заиметь российскую прописку. Вот, например, известия цитируют главу совместного предприятия Solar's Ford Адиля Ширинова. Если по-русски, чем чёрт не шутит? Если говорить о бизнесе, то мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нём. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники. И в этом нет ничего невозможного. Елабужский конвейер готов принять и внедорожники и кроссоверы, а на моторном заводе можно выпускать не только дизели. Собственно, зачем купили и расконсервируют этот завод, каналу Автоплюс прямо подтвердили другие менеджеры Солерса для расширения модельной гаммы. Из самых вероятных вариантов на ум приходит Ford Explorer. Но он теперь почти премиал. Платформа с продольным двигателем, мощные движки, богатые версии и высокая цена. А вот Ford Equator, о котором многие наверняка никогда не слышали, попроще и подешевле. Эта модель создана строго для Китая, но теоретически ничто не мешает привезти ее и в Россию. Может, это он, та самая шутка от черта? По известным причинам российская публика не смогла увидеть и оценить Ford Focus четвертого поколения. Нам предлагали только третья. Однако многим наверняка будет интересно, как живет и развивается этот автомобиль. Уточняем. Четвертый Focus пережил рестайлинг, заполучив слегка подретушированный дизайн. Под замену пошли оптика, бамперы и капот. В салон богатых версий внедрен широкоформатный 13-дюймовый тачскрин, в который встроено управление климатом и обогревами. В Европе, напомним, представлены лишь хэтчбеки и универсалы. Последние стали практичнее. Полуторалитровый бензиновый турбомотор упразднен, а единственный отныне вариант – литровые турботройки. При наличии гибридного довеска партнером выступает 7-ступенчатый преселектив, а без такового – 6-ступенчатая механика. Прекрасный двухлитровый турбодизель исчез, но младший вариант объемом полтора литра остался. С движком о даче 95 сил стоит механика, а со 120-сильной версией – 8-диапазонный автомат. Король гаммы, исполнение СТ, имеет 300 бензиновых сил, а мотор на солярке исчез из списка. Вдобавок СТ-шка примерила новые передние сидения с увеличенной боковой поддержкой и стандартным электроприводом. Немецкая ферма Dior предложила отказаться от электростатического эффекта при нанесении краски на кузова автомобилей. Вместо давно отработанной технологии создано новое, когда базовые покрытия или прозрачные лаки наносят огромный струйный принтер. Струйный робот способен наносить любые линии и цвета. Это значит, что прямо на конвейере на кузове можно нарисовать орнамент, написать надпись или окрасить разные кузовные элементы разными цветами. То есть возможности кастомизации становятся безграничными. Революционный окрасочный комплекс именуется EcoPaint Jet Pro, а первым протестировать новинку решилась марка BMW, пропустив через него партию двух дверок М4. Полученный результат порадовал баварцев качеством и экономичностью. Подсчитано, что новая технология существенно снижает расход лакокрасочных материалов и электрической энергии. Так, для головного завода BMW внедрение таких роботов принесет 6000 мегаватт-часов сэкономленного электричества. Очевидно, что разработка от Dior также заинтересует другие автозаводы, а старые окрасочные комплексы постепенно уступят место камерам типа EcoPaint Jet Pro. В начале этого года Kia рассекретила свой первый электромобиль на абсолютно новой батарейной платформе. Им стал Crosshatch EV6, что оказался лишь немного крупнее универсала гольф-класса Seed. На выбор публике сразу предложили четыре версии с задним или полным приводом, а также двумя вариантами аккумулятора. Отдельно было заявлено горячее исполнение GT, отдача которого без малого 600 сил. Уже летом продажи модели стартовали на родине, в Южной Корее, а осенью новинка бросилась покорять старый свет. И это оказалось не конец путешествия. В 2022 году модель выйдет на российский рынок. О ценах и исполнениях говорить рановато, но первыми спрос оценят дилеры из Москвы и Петербурга, а затем география продаж прирастет другими городами. Притом продавцам придется возвести фирменные зарядные станции Kia. Вполне возможно, что кроме прямых продаж для батарейной пятидверки также предложат долгосрочную аренду. Во всяком случае, боссы бренда изучают возможность включить EV6 и в фирменный сервис подписки Kia Flex. В Москве прошел международный автомобильный научный форум, темой которого стали наземные инновационные транспортные средства с низким углеродным следом. Проще говоря, электрический и водородный транспорт. Одним из выступающих неожиданно оказался главный конструктор Ульяновского автозавода Олег Крупин, который обрисовал ближайшие перспективы родного предприятия. И в этом будущем нашлось место электромобилям. Напомним, что чешская фирма MW Motors некоторое время назад создала Spartan, батарейную версию УАЗа Хантер. Демонтировав бензиновый атмосферник, чехи внедрили электрический мотор и блок аккумуляторов. От исходной машины остались подключаемый передний привод и двухступенчатая раздаточная коробка и даже штатная пятиступенчатая механика. Новинка вышла сложной и дорогой. Однако УАЗ готов выпускать такие мелкими партиями. Вот на основании вот этого прототипа мы разрабатываем уже концепцию таких автомобилей другой линейки. Это и УАЗ Патриот, который у нас сегодня является флагманским автомобилем, и автомобили УАЗ Профи, коммерческий ряд наших автомобилей. Впрочем, главный конструктор автозавода аккуратно уточнил, что все это будет реализовано только лишь если Электро Хантер окажется нужен рынку. А вот гибридных УАЗиков, которыми грезила компания, не будет точно. Несколько лет назад, а именно около трех лет назад, у нас был совместный проект с НАМИ по созданию гибридной версии автомобиля УАЗ Профи. После того, как этот автомобиль был создан, были проведены маркетинговые исследования, которые показали, что проект не имеет экономической целесообразности, потому что не будет востребован рынком. О проекте глубокого рестайлинга Патриота, что публика успела прозвать «Русским Прадо», представитель УАЗа умолчал, то ли из-за безуглеродной тематики форума, то ли из-за заморозки самого проекта. Финальная новость о родственном Заволжском моторном заводе, где состоялось совместное заседание администрации структурных руководителей и профсоюзного актива. На этом мероприятии генеральный директор ЗМЗ сделал крайне важное заявление. «Мы не планируем закрытие производства и продолжаем работу по выпуску четырехцилиндровых двигателей на промплощадке ЗМЗ. И производить их мы будем, я уверен, достаточно долго, так как эти двигатели напрямую связаны с жизненным циклом автомобилей УАЗ, а эти автомобили, несмотря на свой достаточно почтенный возраст, являются востребованными». Это заявление директора высказано на фоне серьезных сокращений во многих отделах ЗМЗ и объяснимой паники в соцсетях. Впрочем, повторим, что в частных разговорах менеджеры группы «Солерс» также уверили «Автоплюс», что ЗМЗ будет жить, а моторный завод «Форда» в Елабуге куплен «Солерсом» исключительно на вырост ради расширения модельной гаммы. Компания «Шкода Авто» отныне отвечает за глобальную платформу MQB A0, на которой построены европейские хэтчбеки «Шкода Скала» и «Фабия», «Фольксваген Поло», «Сеат» и «Виса». А последние новинки на этой базе — компактные кроссоверы «Шкода Кушак» и «Фольксваген Тайгун», пока представленные только на рынке Индии. Кроме того, в скором времени появится родственный седан «Шкода Славия». Сама архитектура представляет собой современное шасси для недорогих автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Основные регионы, коим адресованы MQB A0 — Россия, Индия, Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. В концерне «Фольксваген» уверены, что эти рынки продолжат бурно расти, в сумме прибавив 58% до 2030 года. Притом каждый регион получит свою версию глобальной архитектуры, заточенную под местные условия. И ещё. В России машины на платформе MQB A0 сейчас не представлены, так что логично предположить, что нынешние «Корок» и «Рапид» когда-нибудь уступят место «Кушаку» и «Славии». Тем более, что индийская версия «Славии» — это четырёхдверка на смену локальному полуседану под эмблемой «Шкоды». Сейчас мы покажем «Рено Логан» третьей генерации, но говорить будем про «Ладу Весту», ибо после рестайлинга «ВАЗовский флагман» примерит логановскую оптику. Как сообщает дмитровградский завод «Автосвет», делать фары и фонари будет именно он. Литьевую оснастку и сборочную линию предприятие получит из Индии. Оборудование запустят в ноябре-декабре, а это значит, что обновлённая «Лада Веста» появится только следующей весной, ориентировочно в марте или апреле. От легковых новостей к грузовым. Недавно «Автозавод Урал» презентовал новое поколение своих дорожных грузовиков — бескапотную модель, что примерило рестайлинговую кабину от «Старичка Ивека Турбо». Впрочем, к 2024 году готовится совершенно новый бескапотный кабинный модуль собственной разработки. Более того, если сейчас уральские дорожники оснащаются китайскими мостами «Ханди», то вскоре завод начнёт делать мосты своими силами. Этой осенью весь дехотные, а следующей весной — дорожные. «Мерседес» запустил серийное производство электрического «Актраса». Машину закладывают на общем конвейере, но для установки батареи и мотора пришлось выстроить отдельный цех. Устроен и «Актрас» так. Под рамой закреплены пакеты тяговых батарей. Пакетов может быть три или четыре, а ёмкость каждого — 105 кВт-часов. Соответственно, с тремя грузовик готов одолеть 300, а с четырьмя — 400 км. От аккумуляторов запитана пара электромоторов пиковой мощностью свыше 540 сил. Двигатели передают крутящий момент на ведущий средний мост через двухступенчатую трансмиссию. Понятно, что батарейный «Актрас» стоит сильно дороже дизельного, хотя конкретная сумма засекречена. Однако «Мерседес» уверенно говорит, что машину готовы брать перевозчики буквально со всей Европы. Правда, несмотря на торжественную церемонию запуска производства, не очень понятно, зачем было спешить. Ведь отгрузки машин клиентам запланированы только на 2024 год. То, что европейским перевозчикам действительно понадобились электрические грузовики, похоже на правду. Во всяком случае, датская компания DFDS заказала больше сотни магистральных тягачей Volvo FM Electric. Притом датчан не смущает, что шведы начнут выпуск самих машин только лишь через год. А самой компании, помимо машин, придется прикупить дорогущих зарядных станций постоянного тока мощностью аж 250 кВт. Зато такие комплексы могут заряжать батарейный Volvo всего за полтора часа. Хотя запасливые инженеры разместили внутри рамы сразу шесть блоков литиево-ионных батарей суммарной емкостью 540 кВт-часов. Пробег при полностью заряженных аккумуляторах должен составить порядка 300 км. Другая новость от шведской марки — презентация автономного электрического самосвала, который пока даже не имеет собственного названия. Хотя известно, что поставки первых таких беспилотников клиентам стартуют через несколько месяцев. О характеристиках тоже молчок. Зато объявлено, что три из восьми тонн снаряженной массы — это новомодная водородная сталь. То есть выплавленная без использования коксующегося угля. Считается, что именно такая сталь — будущее мировой металлургии. Ведь восстановителем, отделяющим кислород от железной руды, выступает водород, а не угарный газ, против которого выступают экологи.